Здравствуйте, с вами Ольга Борисова, ведущий менеджер по подбору персонала компании Роско. Многие из вас помнят драму Алексея Вампилова, показанную в фильме «Отпуск в сентябре. Мучение главного героя». Как правило, работники хотят отдыхать в солнечные дни, максимально удлинив свой отпуск за счет выпавших праздничных и выходных дней. Поэтому первым делом люди смотрят производственный календарь и отмечают месяцы с наибольшим количеством праздничных дней. Но, получив расчетный листок, о зарплате многие не думают, почему выплаты оказываются меньше, чем привычная заработная плата. Важно знать, что отпускные выплаты рассчитываются в особом порядке, и работнику нужно понимать алгоритм расчета. Выгодно ли работнику оформлять отпуск в мае 2024 года, присоединив к нему праздничные и выходные дни? Давайте посчитаем. Но пока мы не начали, подписывайтесь на наш канал и скорее жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий из мира кадровой практики. Не пускайте шансы разобраться в трудовом законодательстве. Подписывайтесь прямо сейчас. Как рассчитываются отпускные? Для расчета выпускных выплат определяется средний дневной заработок. Средний дневной заработок рассчитывается специальным путем. Выплаты в пользу работника, включаемые в расчетный период, делятся на 12 месяцев и на среднемесячное число календарных дней – 29,3. Затем средний дневной заработок нужно умножить на количество отпускных дней и получим размер отпускных выплат. Средний дневной заработок рассчитывается в календарных днях, поэтому его размер будет меньше, чем стоимость одного рабочего дня. При этом не включается под отчет дней отдыха-праздники. 2024 год – високосный. В нем 248 рабочих дней и 118 нерабочих. По общему правилу, расчетный период попадает в 12 месяцев предшествующего месяца ухода работника в отпуск. Например, если работник собирается в отпуск 6 мая 2024 года, то расчетным периодом для него будет время с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года. В том случае, если работник трудится в компании меньше года, то расчетный период берется с месяца трудоустройства по месяц предшествующего хода в отпуск. Важная составляющая расчета – это выплаты, которые попадают в расчетный период. При расчете учитываются все начисления в пользу работника, которые предусмотрены системой оплаты труда в компании. Например, зарплата надбавки и доплаты к зарплате, 13-я зарплата и зимничные, ежеквартальные, годовые премии. Однако есть перечень выплат, не включаемых в расчет. Речь идет о так называемых выплатах социального характера. Материальная помощь, пособия, оплаты учебы, лечения, стоимости питания, премии к праздничным и юбилейным датам. От чего зависит размер отпускных? На размер отпускных влияет методика включения выплат в расчетный период. Первое – наличие в месяце отдыха праздничных дней рабочих дней. Праздники только что удлиняют продолжительность отпуска, но эти дни не берутся в расчет отпуска. В 2024 году наибольшим месяцем с праздничными днями является январь – 17 рабочих дней, июнь – 19 рабочих дней, февраль – и март – и май – 20 рабочих дней. Второе – начислимые разумные годовые премии. Например, в марте 2024 года в бухгалтерии может начисляться премия за успешную сдачу годового отчета за 2023 год. Важно знать, что годовая премия за более ранние периоды в расчет не попадает, например, за 2021-2022 год. Если сотруднику за каждый месяц расчетного периода начисляется несколько ежемесячных премий, то в расчет можно включить только одну из них. Третье – повышение либо снижение зарплаты. Работника могут повысить должности, увеличить размер оклада. В расчетном периоде у работника могли быть доплаты за совмещение. Может быть и обратная ситуация – работник переведен на ниже стоящую оплачиваемую работу. Четвертое – использование части отпуска. Речь идет о популярном в среде работников дроблении отпуска на части. Для того, чтобы сделать отпуск длиннее, работники дробят отпуск перед выходными и праздничными днями. О том, насколько это выгодно, мы рассказывали в этом видео. Переходите по ссылке и смотрите. Выгоден ли отпуск в мае 2024 года? В майские праздники есть традиция – люди открывают сезон шашлыков. Поэтому хочется надолго уехать из города. Давайте посчитаем выгоду для работника. В производственном календаре 2024 года в мае 31 календарный день. Из них 20 рабочих, 11 выходных и праздничный день. Пример. Работник оформил отпуск со 2 мая 2024 года по 31 мая 2024 года на 29 календарных дней. А как работника – 40 тысяч рублей в месяц. В мае 2024 года два нерабочих праздничных дня – 1 и 9 мая. Поэтому, если отпуск приходится на эти праздничные дни, то они не включаются в дни отпуска и не оплачиваются. 10 мая 2024 года не является праздничным днем. Дело в том, что выходной день с субботы 6 января перенесет на 10 мая. Поэтому 10 мая включается в расчет отпускных дней. Для упрощения примера представим, что расчетный период с 1 мая 2023 года по 30 апреля 2024 года отработан полностью. Сумма отпускных составит 480 тысяч рублей поделить на 351,6 дней умножить на 29 дней. Получается 39 590 рублей 44 копейки. Если бы работник полностью отработал в мае 2024 года, то ему был бы начислен наклад – 40 тысяч рублей. Потери в деньгах составляют 409 056 копеек. Если работник работает по пятидневке с выходными днями – суббота и воскресенье, то отпуск еще удлинится за счет выходных дней – 1 и 2 июня 2024 года. И тогда работник выйдет на работу 3 июня 2024 года. Получается, что работник по факту будет отдыхать уже с 1 мая по 2 июня 2024 года, использовав 29 календарных дней. Конечно, более выгодно будет уход работника в отпуск в июле и октябре, в которых 23 рабочих дня и в августе 22 рабочих дня. Так, в мае 2024 года один рабочий день будет стоить дороже, чем в июле и октябре 2024 года. Значит, сотруднику невыгодно брать только несколько дней отпуска в мае. Тем не менее, май не является очень плохим месяцем для отдыха. Тем более, что если в расчетный период попадают месяцы, в которых работник получил существенную сумму стимулирующих выплат, премии и вознаграждения. Неграмотно оформленные трудовые отношения, а также ненадлежащее выполнение работодателям своих обязательств, может привести к тому, что работник напишет жалобу в трудовую инспекцию. Если не знаете, кому доверить введение кадров, обратитесь к профессионалам компании «Роско». Для получения помощи позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Ловите промокод «Ютуб.Роско», по которому вы получите скидку на наши услуги в 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Как извлечь выгоду из отпуска? С материальной точки зрения выгодно уходить в отпуск в месяц с наибольшим количеством рабочих дней. Применительно к маю 2024 года целесообразно использовать все выходные дни, так как увеличивается размер отпускных, но сокращается их число. Также немного выгодно брать отпуск в том месяце, в расчетном периоде которого попадают существенные премиальные выплаты. Надеемся, что данная тема стала для вас гораздо понятнее. Однако не упускайте возможность обогатить свои знания и в области трудового права, и быть в курсе последних тенденций. Наш пилист вам в этом поможет. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Ольга Борисова. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы нашей компании «Роско» бесплатно ответят на них. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе и будьте с «Роско». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова